Я учился в БНТУ на приборостроительном факультете, закончил оптико-электронные, лазерные приборы и системы. Впервые я услышал про Рудинский завод, когда меня сюда распределили. Шел я на завод в 2022 году, 1 августа. Первое дело, что спросили, есть ли где жить. Я сказал, мне жить негде, и мне завод предоставил общежитие. Так как у меня не было своей мебели, я сказал, что мне это надо, и завод с радостью мне помог. Мне закупили все необходимое для жизни в общежитии. Первые дни были, как у всех, сложные. Потому что новый коллектив, непонятно, куда ты идешь, что делать. И поэтому были свои страхи внутри. Ну, мне повезло, меня как-то быстро приняли, и мне начали помогать рассказывать. Антон, не переживай, все тут будет хорошо. Начали какие-то экскурсии мне выдать по предприятию, чтобы я как-то быстрее освоился. Самое сложное, наверное, в первые дни было это прочитать много документации. Заводской, в принципе, ГОСТы. Мне повезло, что чтение этой документации разбавляли какими-то походами в ЦХ, где мне показывали, как собираются фары, фонари, что у нас, в принципе, есть. И поэтому это как-то произошло менее болезненно для меня. Я пришел сюда со знанием программы SolidWork. Здесь все работают на Крео. Они похожи, но функционал отличается немножко. И поэтому было непонятно, как в ней работать. В этом была самая сложность. Тебе надо проектировать, ты не знаешь, как здесь работать. И приходилось учиться заново именно проектировать. Повезло все с теми же ребятами, которые с радостью тебе помогали, говорили, как проще можно сделать. В данный момент я работаю в отделе главного конструктора на должности инженер-конструктор. Мы занимаемся разработкой и проектированием фар, фонарей для автотракторной техники и автомобилей. С чего работа начинается? У заказчика приходит письмо. Мы планируем какой-то новый автомобиль. Нам нужна вот такая фара здесь. Сколько у вас это будет стоить? Как вы это видите? И мы начинаем прикидывать, как мы это сделаем, как она будет выглядеть, где надо что-то подправить. Если заказчика все устраивает, мы начинаем уже 3D-моделирование этой фары. Основное это свет, чтобы фара проходила правила ООН. Я занимаюсь именно построением светоотражающих поверхностей и линз. Это именно мое направление. У нас на заводе есть такая программа, которая помогает облегчить эту всю работу. В ней происходит уже расчет. Там есть разные коэффициенты преломления, отражения и так далее. Я задаю эти все коэффициенты и начинаю строить именно поверхности, отражающие под выбранный источник света, будь то лампочка, либо светодиод. И когда я построил у себя в программе с поверхностей, мне надо это все отвердить, сделать твердительную модель. После этого мы изготавливаем прототип, который мы отдаем в лабораторию. И когда лаборатория говорит, что вот твой прототип прошел, правила ООН, мы начинаем дальше либо отдавать заказчику, чтобы он посмотрел у себя на автомобиле, как смотрится, и устранять какие-то недочеты. Меня привлекает в моей работе то, что я могу утворить, создавать. И это очень прекрасно. То есть я создаю что-то новое, и этим я кому-то помогаю. Нравится взаимоотношение с моим коллективом, с моим руководством. С ними очень приятно работать. Мы находимся, можно сказать, на одной волне и понимаем, что мы хотим. В данный момент я с собой все еще не до конца доволен. Да, я могу уже помогать ребятам, которые приходят, объяснять, им показывать, но все равно я чувствую, что мой уровень не достигает того уровня, который бы я хотел. Поэтому у меня еще есть время научиться и стать лучшим в этом деле. Я летал действительно недавно в командировку в Китай, в город Шанхай. Сама командировка для меня была шоком, потому что я молодой специалист, и меня отправляют, что у меня в голове первая мысль. Нету никого опытнее. Ну, а потом мне говорят, ты летишь еще и один. У меня в голове началась небольшая паника. Как, где, куда? Ну, мне объяснили, что не переживай, все будет хорошо. А это для меня, в принципе, первые полеты на самолете. Я не знал, как это, что это, где это, куда это. За три дня я пролетел 23 часа. Это очень сложно, тяжело. И не видел ни разу ночи. Я все время был днем. Вылетал днем, летел днем, прилетел день, улетел день, прилетел день. Видя иногда и слыша, как молодые специалисты приезжают на кое-либо предприятие и как к ним не очень хорошо относятся, я бы очень сильно советовал в Рудинск. Потому что тут сразу тебя берут в оборот, как молодого специалиста тебе во всем помогают, плюс достойная заработная плата, что очень хорошо, ну, стимулирует тебя здесь остаться и продолжать работать. Поэтому я думаю, что молодым специалистам было бы очень интересно здесь работать и легко, на самом деле. Им везде помогут.